Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Смясного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру АНО 2070. Ну что ж, на своем второе задание. Объект 13 в чрезвычайной ситуации и зарухнувшие плотины вот-вот затопит город. Необходимо срочно эвакуировать население. Начинаем. Не забывайте, ребята, ставить свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не попросить выхода новых серий. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Наконец, от вас будет хоть какой-то толк. Конечно, от меня толк будет. Компания надеется, что вы позаботитесь об этом. Руфус Торн. Объект 13 переводится в режим чрезвычайной ситуации. Из заоптимизированных турбин, которые запустили на гидроэлектростанции без предварительных испытаний, начались неполадки. Теперь плотина серьезно повреждена. На город, который построил Тор Стринберг, обрушивается наводнение. И в довершении всех проблем Руфус Торн заявил, что он собирается лично приехать, чтобы проверить, укладываетесь ли вы в двухлетний план. Начинаем? Нет, этого не может... Плотина! Вода вот-вот зальет всю станцию! Двухлетний план! Мне конец. Что происходит, Стринберг? Вы говорили, что у вас все под контролем. Но уже не стойте столбом. Сделайте что-нибудь. Я все объясню, мистер Торн. Это... Я не виноват. И само собой разумеется, что я все исправлю. Конечно, он не виноват. Рассказывай сказке! Задание второе. Чрезвычайная ситуация. Тринадцатую станцию надо срочно эвакуировать. Действуйте по экстренному корпоративному протоколу. Хорошо. Что тут мне хочешь? Делайте, как сказал мистер Торн. Срочно отвезите выживших в безопасное место. Давай подбирать. Трех утопающих надо будет спасти. Для начала. Минус четыре по деньгам пока идем. Один есть. Второй есть. Третий есть. Нужно их отвезти к себе. Вперед. Этих пока все устраивает. По еде все нормально. Рыбы двадцать четыре. Ну, выгружай. Отлично. Думаете, это меня впечатлиет? Да мне как-то по барабану. Впечатлить тебя или нет. Активирую протокол Дельта. Анализ ситуации завершен. Рекомендую развить лагерь для беженцев. Хорошо. Двадцать пять бараков. Давай строить. У нас, в принципе, материалов хватает. На постройку дома требуется два модульных блока. У нас все это дело есть. Значит, ставим. Раз, два, три. Сразу давай дороги. Отличненько. Если будут какие-нибудь украшения, то можно поставить украшения. Стоп, не туда. Центр мне не нужен. Я бы вот так вот это дело поставил. А здесь оставил бы место. Только будет нужна дорога. Вот примерно как-то так. Вот. Пусть будет все это дело так просто стоять. Еще пять домиков. Пять домиков. Без проблем. Раз, два, три, четыре. Вот нам, пожалуйста, пять. Все требования выполнены. Я даже шесть сделаю. Поздравляю. Я даже сделаю шесть. Ну что? Ковчеги Global Trust экипированы на любой случай. На борту есть мешки с песком. Проверьте, есть ли у вас в хранилище припасы. Песок? Мне нужны мешки с песком? Ну давай возьмем мешки с песком. Что мне интересно с ними делать, с этими мешками? Это ваш шанс. Не разочаруйте меня. Я как раз хотел предложить то же самое. Вот координаты крупнейших хранилищ с товарами. Так, хранилище на юге. Активировать предмет на своем корабле. В этом месте недоступно. Хорошо. Следующее хранилище у нас располагается вот здесь. Так, получается, хранилище закладываем мешками, чтобы вода не подступила. Активировали. Ну и следующее хранилище у нас находится вот здесь. А как насчет выживших-то? Мы вроде как не всех спасли. Я загрузил товары на склад, но вода и туда подбирается. Надо перевезти их на ваш остров. Без проблем. Сырая нефть. Прям много тут товаров так... ...целая одна тонна сырой нефти. Наконец, от вас будет хоть какой-то толк. Противный ты, чувак. Ой, какой противный. Перевозим сырую нефть сюда. Что у нас с продуктом питания? Рыбок пока хватает. Все в норме. Склад мы покажем. Это единственное разумное для вас решение. Будь готов. Отлично. Ваши действия по эвакуации весьма эффективны. Со мной, между тем, связался инженер Петерсон. Он занят минимизацией ущерба. Помогите ему. Хорошо. Поможем мы где-то... Расчет действий по реконструкции 13-й станции. Рекомендовано заселение бизнес-работников. Требуется обновление инфраструктуры. Бизнес-работники мне теперь нужны здесь. Перегонный завод. Давайте ставить перегонный завод. Так, ну подожди. Он требует фактор плодородия рис. У меня же здесь нет возможности поставить рис. Что-то я не понимаю. Здесь же вроде нет криса. Или здесь относится рис как бы к овощам. Ладно, хорошо. Давай смотреть. Рис, значит рис. Возможно, тут будет плантация. Скорее всего. Внимание. Производство товаров остановлено. Причина. Нет фермерских полей. Так, нет понятно, что фермерских полей. Так я же не смогу здесь выращивать рис. Вам требуется два поля. Так много. Производство товаров невозможно. Остров недостаточно плодороден. Извините. Вот к этому я и вел все. Я не могу здесь выращивать рис. У компании всегда есть некоторое количество товара на месте. Так, семинарисам. У тебя есть семинариса? Я могу сообщить совету директоров о ваших успехах. Вы знаете, чего от вас ждут. Да. Давай по предметам активируем наш рис. Такая плодородная земля. Вот об этом и шла речь. Что не было здесь рисом. Спасибо. Вы оказались весьма предусмотрительными. Старался. Я старался. Анализ потребностей бизнес-работников. Предпочтение. Общественное здание типа казино. Рекомендуется постройка. Казино. О, блин, игроманы. Ты смотри какие. Дела идут отлично. Вот сюда прям было бы идеально бы поставить, да? А вообще вот лучше вот сюда куда-нибудь... Нет. Не очень смотрится эффективно. Давай, наверное, вот что сделаем. Вот эту вот дорогу я сейчас снесу. Вот эти два дома я снесу. Поставлю, значит, два новых вот сюда. И тогда здесь поставим горный дом. Немножко, получается, не дотягивает один домик до этого всего дела. Но не страшно. Среди населения зарегистрированы демографические изменения. Казино им надо. Ты смотри. Среди населения зарегистрированы демографические изменения. Я рад. Я этому рад. Обнаружена нехватка товаров. Рекомендуется создание новых производственных зон. Хранилище? Наступные подробности. Зачем мне хранилище? Куда его ставить? Хранилище поможет вам вскрыть залежи сырья на юге острова. А, вот эти вот. Ну да. Это поможет мне вскрыть залежи сырья. Ну давай как-то вот так вот поставим. Подтверждаю. Доступно сырье для производства инструментов. Сырье для производства инструментов. Внимание. Недостаточно стройматериалов. Загружаю данные по необходимым поставкам. Критический экобаланс. У нас проблемы еще с экобалансом. Железная шахта и угольная шахта. А, но у меня получается здесь нет инструментов. Я же их не произвожу. Да, надо бы сначала все это дело построить. О, как интересно. Значит, железная шахта встанет вот здесь. Сразу поведем дорогу. Отлично. Ну и угольная шахта. Опять же, проводим дорогу сюда. Дорога есть. Что ты дальше хочешь от меня? Нам требуется плавильня железа. Минус 3 экологии у нас. Просто здорово. Плавильня. Я могу, в принципе, поставить ее вот сюда. Я, наверное, так и сделаю. Экология все равно у нас нарушена. Куда уже деваться-то? И сам завод. На котором требуется железо. Ну вот, в принципе, можно будет пихнуть сюда. Все. Вроде как построили. Должны быть инструменты. А, завода нужна 2. Вон на что, Михалыч. 2. Ну давайте второй поставим где-то примерно вот здесь вот. Пусть он работает с этим складом. Я даже вот так вот тут дороги проведу. Как-то примерно вот так. Хотя нет, давай лучше вот так вот. Вот. И еще один завод поставим здесь. Ну как-то так. Производство инструментов завершено. Станция запущена. Примите поздравления. Спасибо. Принимаем одни поздравления. Неплохо, надо сказать, но это еще не все. Так, нуждаются в следующих товарах 15 тонн инструментов. Никто никаких заданий дополнительных нам не даст здесь? Системы связи включены. Так это мой ковчег. И что? Тебе туда их доставить нам 15 тонн. Ну давай попробуем сейчас это все дело загрузить. А, у меня только пока 11 тонн. Придется подождать. Как у нас здесь на 105 процентов, здесь на 105, здесь на 65. Повышение уровня жилья. Ты смотри, они растут. У них есть напитки, у них есть общение, у них есть развлечение. И им требуются еще и бургеры. А у этих все прям хорошо. Ну в принципе я не против. Пусть развиваются. Это дополнительные налоги. Ну и пока здесь идем в плюсе. Это хорошо. Бизнес рабочих у нас 112. Бизнес служащих у нас 166. Тоже не на 100 процентов пока все это дело работает. Пока непонятно, да, сколько требуется, допустим, у нас здесь плавильня железа, да. Сколько по времени она производит вот эти вот балки железные. Производит само железо. Сколько требуется угля для этого. Сколько требуется железной руды. Все это не указано, к сожалению. А вот эта информация очень важна. Чтобы понимать, сколько на самом деле требуется. Хорошо, спасибо. Куча всего вот этого позакрываем. 15 тонн. Сколько у меня уже имеется в наличии? У меня 10 пока тонн. Ты смотри, у меня не хватает. Нет железа. Потому что его нет на складе. Не, ну мы вышли в 105 процентов. Здесь тоже в 105 процентов. А вот здесь по нас проблемы. Здесь нет железа. А разве ваши склады, они вместе не этот... Не того? Странно. Может потому, что у меня нет железа? Да, но у меня отсутствует. Какой смысл тогда мне... Две вот эти вот инструментальных завода, два, если у меня нет железа? Оно не копится у меня. Вопрос, конечно, интересный. Его реально нет. То есть, у меня, допустим, уголь, он копится. Гранулы у меня не копятся. Железная руда у меня тоже не копится. Я могу поставить сейчас еще один завод. Здесь у меня хватит инструментов. У меня, в принципе, всего хватает. Но, опять-таки, он здесь не... Видите, не зелененько. То есть, он только со складом работает. Вот этот вопрос пока мне не ясен. Странно. Нафига нужно было строить второй завод? Если у меня не хватает. У меня нет железной руды и самого железа в запасе. На складе его тоже нет. Закупать, что ли? Это что за бред? Странно как-то. Что у нас здесь с рыбой? Рыба пока, в принципе, нормально. Алкоголя тоже пока хватает. Постепенно он копится. Уголь тоже копится. Железо не копится. Не, работает все это дело на 100%. Но почему-то не отвозит. Транспорт уже в пути. Не, ну, понятное дело. Здесь нет железа, поэтому инструменты не производятся. Только у меня железная руда тоже не копится. Хотя вроде все работает на 100%. Давайте, наверное, время увеличим. Может быть, у меня сейчас появятся инструменты. Хотя в этом я сильно сомневаюсь. Да нет, вроде потихонечку появляются. 13. О, 15. 15 инструментов есть. Давай грузить. Тебе же 15 требуется. 15. Поехали, мы доставим. Так, тебе не сюда надо доставить. Тебе надо бы сюда доставить. Потихонечку она все-таки добывается. Но железа нет. Так же, как и железно-руды. Инструменты? Вы что, мои мысли читаете? Все получилось. Обычное дело для тех, кто действительно увлечен. А, так я уже приплыл, оказывается. Я что-то не заметил. Тебе огромную пользу компанией. Отличная работа. Замечательно. Стринберг только оправдывается и переводит стрелки. А вы действуете трезво и решительно. Глобал Траст этого не забудет. Я такой, да. Во всем виноват Петерсон. Он неправильно установил турбины. Мне пришлось нянчиться с этим новичком, а это вы его ко мне послали. Я в курсе фактов, Стринберг. Ответственность лежит на вас. Совет будет требовать вас перевести. К счастью, у меня уже есть новые управляющие для станции. Вы меня отстраняете? За одну единственную ошибку? Это унизительно. Но я знаю, кто виноват. Настанет день и я отомщу. Замечательно. Мы с вами прошли вторую миссию. Ну и продолжим уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok